Приглашается приговор по выполненному делу 1.7.2016 года. Приговор именем Российской Федерации, город Кингисепп, 14 июля 2016 года. Судья Кингисеппского городского суда Ленинградской области Жукова, пресекретарь Лосенко с участием государственных обвинителей, помощника Кингисеппского городского прокурора Муратова и Маргеева, подсудимого Гридаса, защитников адвокатов Выборовой и Дементьевой, потерпевшего Сокола, представителя потерпевшего адвоката Шалонина, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Гридаса Александра Григорьевича, гражданина Российской Федерации с высшим образованием женатого, работающего инспектором ДПС отдельного завода, ДПС отдела РНГБДД РНГБД России по Кингисеппскому району Ленинградской области, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом А. 3 ст. 286 УК РФ установил. Суд приговорил. Признали Гридаса Александра Григорьевича виновен в совершении преступления, предусмотренного пунктом А. 3 ст. 286 УК РФ и назначить его наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. На основании ст. 73 УК РФ назначено Гридасу Александру Григорьевичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года в условиях контроля над ним со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Возложить на Гридасу Александру Григорьевичу обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Не реже одного раза в месяц проходить с ним регистрацию. Срок назначенного Гридасу дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти, исчезает в момент вступления приговора в законную силу, меры пресечения грейда сомнения Александра Григорьевича за вступление приговора в законную силу, оставить без изменения подписку о невыезде. Именно исходя из той ситуации, что предыдущие два оправдательных приговора были отменены по формальным обстоятельствам, вернее даже не по формальным, а по тем обстоятельствам, которых даже нет в материалах уголовного дела. То есть в нашей стране, к сожалению, конституционная норма независимости судей не работает. Она является формальной. То есть на наших судей давят все, кому не лень. Если дело поступило в суд из прокуратуры, значит должен быть обвинительный приговор. Несмотря на то, что у моего подзащитного стопроцентное алиби, он не виновен, все материалы уголовного дела подтверждают его невиновность. И, конечно, стоит верить в лучшее. К сожалению, политика государства. Я не могу в нее вдаваться. Конечно, существуют какие-то личные мнения, но, увы, я не имею их подтверждения. Законно. Можете как-то прокомментировать решение суда нашего книги Сепского? Решение суда я могу прокомментировать только одним, что судья, боясь за свое кресло, получил установку вынести мне в винный приговор, что и сделал. А как вы думаете, от кого установка вообще эта? Насколько мне известна установка от областного суда и от областной прокуратуры. Но вы сейчас будете обжаловать? Да. Мне уже терять нечего, я буду обжаловать. Вплоть до суда по правому человеку. Судья пошла на поводу, получила указания от областной прокуратуры и областного суда, насколько мне это уже известно, и судьи, и Сепского городского суда это уже не скрывали. Вынесла мне обвинительный приговор. Я вообще не понимаю, как через 3,5 года можно было вернуть дело для Кемисепского городского прокурора для устранения нарушений, которых, как выяснилось, изначально не было никогда в уголовном деле. Как вы считаете, с чем связано это давление областного суда? Ведь они два раза возвращали, насколько я понимаю, а отменяли решение. Я знаю, что большая заинтересованность в этом есть следственного комитета по Кемисепскому району. В частности, старший следователь, по-своему, Крупаков, так как он моим экипажем был задержан за отказ от методсвидетельствования в состоянии обвинения. После этого началось очень сильное давление на Сепе и на Сепе. Сколько вы в полиции проработали? 26. Здесь, да? Сначала в отделе охраны работал, потом перевел все в ГИБДД. И в настоящее время работаю. Работаю. Дальше я буду подавать на апелляцию, чтобы в обвинительном приговоре ничего не сказано. Про наши аэропорта, которые пропали на момент сдержания. На видео, которое пропало из-за дела внутренних дел. И как раз в то время, с ноля часов до шести утра. Буду дальше. Есть областной суд, в котором я, конечно, в последнее время не верю. Там вообще происходили странные события. Изначался один состав суда. По приезду туда состав суда менялся. Выходили совсем другие суды. У меня есть областной суд. Вернее, верховный суд. Суд по правам человека. Я буду идти до конца. Мне терять уже нечего.